Тема номер 12. Время. Субъективно воспринимаемое время. Все, что с нами воспринимается в действительности, воспринимается нами в пространстве и во времени. И решительно ничего мы не воспринимаем. Только во времени и только в пространстве. Такое положение в композиции называется субъективно воспринимаемое время. Реальность с нами воспринимается четырехмерно, а не трехмерно. Четвертое измерение время. Поэтому и период рисунков стоит задача. Изобразить время, если этот рисунок желает передать реальность и действительность. А не является условным изображением препарированной действительностью. Все, что мы воспринимаем, движется и живет. Скажем, мы можем относительно остановить это движение. Например, посадить модель в определенную позу. Но ведь мы сами во времени и воспринимаемое движется. Это явление носит название циклическое. Скажем, мы можем сесть неподвижно и, так сказать, избрать точку зрения. Но эта, так называемая точка зрения, имеет два глаза. Мы бинокулярны. И, следовательно, получаем движение, как бы сжатое в момент. Время как бы в данное, в данное, в единовременности. Чтобы хоть условно приблизиться к вневременному восприятию, мы должны смотреть одним глазом и механически использовать его, как объектом для проектирования натуры. Такое изображение, конечно, только условно будет невременным. Так как глаз будет в один двигаться и использовать время для восприятия. Во всяком случае, в некоторой натяжкой, вернее, условно, мы можем для цели анализа хотя бы оптического принять этот опыт. Но мы ни в коем случае не можем считать такое изображение, сколько-нибудь передающим действительность. Так как она, то есть действительность, и временная, и пространственная. И здесь мы имеем дело не только с пространственным изображением. Примером может служить моментальная фотография. Движение хотя бы скачущей лошади или идущего человека. Это почти нелепая поза, но передающая движение. И художник знает, что только соединяя несколько моментов в одном изображении, он передает движение. Исключением будут только случайные позы, заключающие в себе остатки прошлого движения и начала дальнейшего. Здесь на первом плане действует эволюция восприятия времени. Субъективное время, субъективно воспринимаемое время, это репрезентация реального времени в различном объеме, масштабе, в различных точках зрения, и своеобразный аспект художественно изображенной действительности и конструктивный элемент текста. Художественное время – это последовательность в описании события, субъективно воспринимаемых. Художественное время – это одновременно представление о течении времени, которое характерно для автора-творца и само время, изображенное в литературном произведении более или менее последовательно или дробно.